Привет! Вы на канале Девайс. Поговорим сегодня об игровой материнской плате от компании ASUS, модель Prime X570P. Надеюсь, что информация будет полезной. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем! Наделенные профессиональным внешним видом и сбалансированными техническими характеристиками материнские платы серии Prime X570 предназначены для всех, кто хочет использовать процессоры Ryzen для продуктивной работы. В них реализовано множество эксклюзивных функций ASUS, в том числе широкий выбор средств для настройки производительности компьютера. Данная материнская плата совместима с процессорами AMD Ryzen 3-го и 2-го поколений и Ryzen с графическим ядром Radeon Vega 2-го и 1-го поколений, которые устанавливаются в разъем AM4. Насчитывая до 16 ядер, изготовленных по технологии 7 нанометров, модели серии Ryzen 3-го поколения воплощают инновационную микроархитектуру Zen. Процессоры AMD для разъема AM4 поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen.2 10 ГБ в секунду, 16 линий PCI-Express 4.0, 3.0 и двухканальную оперативную память DDR4. Стабильное питание, легкое в настройке охлаждение, современные интерфейсы. Материнские платы серии Prime X570 предлагают пользователю все необходимые фундаментальные вещи, которые позволяют с максимальным эффектом применять новейший процессор Ryzen в повседневной работе. Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения обладают большим числом ядер и обмениваются данными на большей скорости, чем их предшественники, а значит и требуют больше электроэнергии. Материнская плата Prime X570P способна обеспечить надлежащие условия для их работы за счет оптимизированной системы питания. Благодаря наличию двух разъемов M.2, рассчитанных на устройство формата 22110 и работающих в режиме PCIe 4.0, пользователь может не только подключить современные твердотельные накопители на высокой скорости, но и объединить их в RAID массив. Данная материнская плата наделена интерфейсом USB 3.2 второго поколения в виде стандартного разъема Tape-A, пропускная способность которого доходит до 10 ГБ в секунду. Оптимизированная разводка слота в памяти, технология Optimum, позволяет с максимальным эффектом задействовать архитектуру AMD Infinity Fabric. Результат – поддержка модулей памяти с высокой частотой и низкой латентностью. Основу аудиосистемы материнской платы Prime X570P составляет кодек Realtek S1200A, которая обладает превосходными характеристиками. Так, соотношение сигнал-шум данного аудиорешения составляет 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа. Разделены аналоговые и цифровые секции для минимизации помех. Разделена разводка аудиоканалов для уменьшения уровней перекрестных помех. А высококачественные японские конденсаторы вносят неоценимый вклад в обеспечение высокого качества звука. Задние панели разъемов включают в себя один порт HDMI, два порта USB 2.0, четыре порта USB 3.1 Gen1, два порта USB 3.1 Gen2, одна сетевая LAN-розетка RJ45, три разъема аудиоподсистемы и один разъем PS2 для клавиатуры мыши. Safe Slot – это особый способ крепления слота PCIe на основе дополнительных внутренних металлических элементов, которые обеспечивают большую прочность и устойчивость к деформациям при установке и извлечении плат расширения. Разъем проводной сети на материнских платах Asus оснащается специальной защитой от статического электричества и перепадов напряжения. Каждый вентиляторный разъем может быть настроен на регулировку на основе данных от трех термодатчиков. Более того, утилита FanExpert 4 позволяет задавать в качестве базиса для регулировки системных вентиляторов температуру видеокарты. Поддерживаются некоторые модели производства Asus. Разъем для подключения необслуживаемых систем, водяного охлаждения с регулировкой по шим напряжению. Материнская плата умеет автоматически определять тип регулировки подключенного вентилятора, шим или изменение напряжения питания. На каждом разъеме для вентиляторов реализована защита от перегрева и перегрузки потоку. Шина PCI-E 4.0 увеличивает объем данных, обрабатывается чипсетом, что в конечном итоге приводит к повышению его температуры. Вот почему на плате Prime X570P чипсетный радиатор дополнен отдельным вентилятором. Активное охлаждение включает в себя воздуховод. Специальный воздуховод концентрирует поток воздуха на ребрах радиатора, помогая вентилятору развить более высокое статическое давление. Радиатор с ребрами. Благодаря оребренной поверхности радиатора увеличивается общая площадь теплорассеивания и оптимизируется прохождение воздушного потока от вентилятора. Вентилятор Delta Superflow, малошумный вентилятор, использует долговечный подшипник, рассчитанный на 60 тысяч часов работы. Специальный EPU-чип от Asus оптимизирует энергопотребление компьютера, позволяя достичь существенной экономии электричества. Он поддерживает особый режим работы, в котором отключается питание от неиспользуемых контроллеров периферийных устройств. Чтобы придать компьютеру индивидуальности яркость, данная материнская плата позволяет подключить светодиодную ленту, работу которой можно синхронизировать с Aura совместимыми устройствами Asus технология AuraSync. Материнская плата Prime X570P обладает разъемом для подключения светодиодных лент и других устройств с адресуемой подсветкой второго поколения. Их особенностью является то, что программное обеспечение может автоматически адаптировать визуальные эффекты в соответствии с конкретным количеством светодиодов. Кроме того, разъем обратно совместим с уже выпущенными устройствами, наделенными подсветкой Aura. Данная материнская плата снабжена красочной светодиодной подсветкой с различными визуальными эффектами. Приложение Armory Crate представляет собой единый центр управления продуктами Asus. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с подсветкой и аппаратными параметрами. Кроме того, здесь имеются специальные разделы для просмотра новостей от Asus и регистрации купленных устройств. Утилита FanExpert 4 позволяет регулировать скорость вращения системных вентиляторов в зависимости от уровня загрузки и температуры компонентов компьютера. Пользуясь гибкими настройками, можно легко обеспечить эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. Материнские платы серии Prime X570 наделены удобным в использовании и функциональным интерфейсом UEFI BIOS. В режиме EZMOD все основные параметры системы выводятся на одной странице. Он идеально подходит для быстрой первоначальной настройки компьютера. А расширенный режим UEFI BIOS предназначен для глубокой настройки системы и предлагает встроенную функцию поиска нужных параметров. Оптимизируйте свой компьютер, сохраняйте профили с настройками, разгоняйте компоненты и полностью реализуйте весь потенциал своего процессора Ryzen. Негативы в интернете по поводу этой материнской платы чуть меньше, чем позитива. Вентилятор на чипсете закрывается видеокартой почти полностью. Задняя крышка сделана очень просто. Постоянная подсветка на вентиляторе. Даже когда компьютер выключен, нет LED-индикаторов и посткодов загрузки системы. Нет кнопки BIOS Flashback по обновлению прошивки без проца. В выключенном состоянии подсветка чипсета остается включенной. Нет радиаторов для SSD в комплекте. Положительных отзывов гораздо больше. Вот основные. Цена выверенная. Отличное охлаждение всей цепи BPM. Красивая отделка. Радиаторы BPM закреплены на винтах. Вентилятор на чипсете бесшумный. Приятный, удобный BIOS. Для любителей подсветки есть два обычных коннектора и один адресуемый. Хороший встроенный звук без искажений и шумов. Из коробки работает с новыми процессорами. Спасибо за просмотр! В описании я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. До встречи в следующих обзорах! Комментируйте видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся!